Совещание началось необычно. К трибуне вышла представительница регионального отделения Союза пенсионеров «Северные колокола» и от лица общественной организации потребовала, чтобы Ирина Мирошник выдвинула свою кандидатуру на должность сити-менеджера. Мы вас поддерживаем и будем поддерживать в дальнейшем. Нам нужен именно такой градоначальник, который занимается делом, а не политикой. Однако Ирина Мирошник отнеслась к предложению без особого энтузиазма. Главной темой совещания стал ремонт дорог. По словам исполняющей обязанности мэра, на это дело в городской казне зарезервировано 30 миллионов рублей. Еще 50 миллионов обещают дать республиканские власти. Учитывая, что из бюджета республики Корея будет финансовая помощь, мы готовим уже документацию на второй этап ремонтных работ. По первому этапу 25 апреля подрядчиков и дилиции начнут работать. Соответственно, чуть попозже, в начале мая, на второй транш 50 миллионов рублей будут осваиваться. Также в администрации обсудили состояние общественного транспорта. Большинство маршруток, попавших в Петрозаводск из петербургских автопарков, буквально разваливаются на глазах. Однако специалисты мэрии увидели проблему в другом. Выявлены, к сожалению, многочисленные факты грязных автобусов. Почти всех компаний, перевозящих пассажиров, таких как АТП, АТП-2, АТП-3, транспортная компания Автосити, ТК Вираж, ТК Автопассаж, ТК Паллада. В соответствии с договорами направлены требования об устранении. Как рассказали в мэрии, 15 апреля пройдет очередная проверка. Грязнуль, которые к этому времени не посетят автомойку, обещают наказать рублем. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника Плюс.